В Рамаданове огласили приговор 29-летнему местному жителю, который обвинялся за совершение сразу четырех преступлений. Это покушение на угон с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, кража и угроза убийством. Все эти преступления молодой человек успел совершить прошлой осенью. Как установлено в ходе предварительного следствия, в сентябре прошлого года в дежурную часть отдела МВД России по Рамадановскому району поступило сообщение из больницы. В медицинское учреждение с отресением головного мозга, переломом костей носа был госпитализирован 49-летний мужчина без определенного места жительства. В кратчайшие сроки сражи порядка установили злоумышленника и сдержали его. Им оказался 29-летний житель Рамаданова. На допросе молодой человек признался, что во время застолья избил табуреткой бездомного и угрожал ему убийством. По этим двум фактам в полиции возбудили уголовные дела. Однако этими статьями обвиняемый не ограничился и пополнил свою криминальную копилку новыми преступлениями. 21 октября обвиняемый пришел в магазин в поселке Рамаданово. В этот момент рядом с торговой точкой в своем автомобиле ВАЗ-2110 находился 41-летний потерпевший. Мужчина попросил водителя десятки отвезти его домой. Ничего не подозревая о замысле попутчика, водитель согласился. А план злоумышленника был прост – угнать машину любым способом. И в этом ему помог нож. Сидя на заднем пассажирском сидении, он достал его и несколько раз ударил им в плечо водителя. Испугавшись, раненый мужчина остановил ВАЗ и выбежал на улицу. Машина по инерции покатилась по склону вниз. Угонщик попытался остановить ее, а когда десятка врезала забор частного дома, злоумышленник скрылся с места происшествия, потеряв по пути свои кроссовки. Пострадавший с колотой резанными ранами правого плечевого сустава обратился в больницу и сообщил о произошедшем в полицию. По приметам, описанным потерпевшим, сотрудники уголовного розыска установили лицо, причастное к совершению преступления. Обвиняемого задержали по месту жительства. Свою вину он не отрицал. Кроме того, сыщики установили причастность обвиняемого к краже велосипеда, который он похитил 21 октября из подъезда одного из домов в райцентре, намереваясь в дальнейшем продать. В отношении злоумышленника была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По приговору суда ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Екатерина Чермянина, программа происшествия.